Это сейчас хоста, районный центр. А в царские времена поселок имел другой статус. По приказу Николая II с 15 мая 1899 года хоста называли городом. На отдых сюда приезжал лейб-медик или по-другому личный врач императорской семьи Евгений Боткин. Средства на строительство храма «Преображение Господня» были выделены тоже Николаем II. В хосте очень удобная бухта и бухта тихая у нас, очень живописная, удобная. И сама хоста со своими историческими такими местами пригодна для развития курорта. В то время он уже видел, предрекал большую перспективу как и хосте, так и Красной Поляны. Этим же указом он признал Красную Поляну также городом. И Красная Поляна была названа городом Романовской. В этом году отмечается 400-летие династии Романовых. Поэтому в музее собраны различные экспонаты, так или иначе связанные с эпохой Николая II. Это офицерский погон приближенного к царю летчика-испытателя Вячеслава Ткачева, который совершил перелет Одессы-Краснодар. И в эмиграции он остался вверен своим принципам и выбрал для дальнейшего места жительства Югославию страну дружелюбную России. И четко обозначил позицию не участвовать в мероприятиях, направленных против своей страны. Написал много трудов по воздушному бою, по тактике ведения воздушного боя. И в Югославии к нему до сих пор относятся с уважением. И дело в том, что получается так, о нем больше знают в Югославии, чем у нас на родине. Хотя своими он подвигами заслужил глубочайшего уважения. Ближе прикоснуться к прошлому страны помогают такие музеи. Летом сюда заглядывают туристы, интересуясь историей курортного поселка. Интерес вызывают дореволюционные почтовые открытки, четко отражающие события того времени, а их рукописное содержание даже волнует. Вот, например, офицер умоляет свою супругу выехать на время из Сочи, пока здесь революционные волнения. А портреты императора и императрицы до 92-го года хранились в гости в частной коллекции. Музею их передали безвозмездно. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова